Сэр, я скептик. Вы говорили о том, что мы должны начать работать над улучшением нашей компетентности. Как нам начать этот процесс? Технологический институт — это неплохое начало. Так в отношении чего вы скептичны? Вы не верите, что в этом мире есть место к компетентности? Коррупция — это тоже в своем роде компетентность. Это была шутка. Хорошо, это была шутка. Как мне улучшить мои способности? Допустим, вы хотите заняться бегом. Скажем, вы хотите выиграть забег, бежать в 100-метровку. Сейчас вам нужно работать не над бегом, как таковым. Вам нужно работать над вашими ногами, легкими мышцами и тому подобным, не так ли? Так что, если вы хотите стать великим инженером, с одной стороны, да, определенно. Учебное заведение вроде этого играет большую роль. Но очень много людей отучили здесь, и не все из них стали великими инженерами. Может быть, отсюда уже выпустили сотни хороших инженеров, но не все из них станут великими. Играют роль их индивидуальные особенности, их способности, другие факторы, не так ли? Так что учебное заведение делает для вас все, что в его силах. Главное, что должны сделать вы, это улучшить свои физические и умственные способности. Потому что, если вы хотите стать хорошим инженером, вам понадобится работающий мозг. Диплом инженера поможет вам найти работу, но сам по себе диплом не принесет успеха, не так ли? Так что потребуется работающий мозг, замороженный высшим образованием инженера. Обычно, когда люди получают дипломы ученой степени, они замораживают свои мозги. Они думают, что уже закончили их использовать, и теперь могут отложить их в сторону до конца жизни. Это не так. Образование существует только для того, чтобы улучшить ваши способности. Это просто возможность, организованная определенным образом. Школы, колледж, институт — просто организованная возможность улучшить ваши способности. Поскольку не каждый может организовать подобное самостоятельно. Возникла необходимость в учебных заведениях. В противном случае в них не было бы никакого смысла, ведь они нужны только для того, чтобы организовать возможность для тех, кто хочет приобрести какие-то способности и навыки. Но это массовый подход. Самое главное для вас, как для индивида, для человека, чтобы вы функционировали наиболее полным образом. Для этого вам необходимо исследовать другие измерения. К несчастью, несмотря на то, что эти науки и технологии для внутреннего благополучия были опорой индийской культуры на протяжении тысяч лет, сейчас мы теряем их по разным причинам. Мы хотим походить на кого-то другого. Мы больше не хотим походить на нашего дедушку-то Пивалу. Мы хотим быть похожими на продавца шляпы с другой страны. Из-за этого мы утрачиваем эту науку. Но мы не должны этого делать. Мы должны возвратить эту науку, эту технологию в нашей жизни. Это часть того, как создана культура вокруг человека. Понимаете, это единственная культура, которая говорит об этом. Об этом знает даже необразованный человек в индийской культуре, что он может развиваться и достичь другого измерения жизни. Если я пойду в деревню и заговорю с необразованным крестьянином, который в жизни не прочитал ни одной книги, кто не знает ничего такого, он не попросит у меня золотую лошадь или что-то еще. Он скажет, что хочет абсолютного освобождения. Откуда он об этом знает? Больше нигде на планете такое немыслимо, чтобы необразованный человек знал о том, что он может сломать существующее измерение жизни и может попасть куда-то, чем бы это ни было. Так что это впиталось так глубоко в нашу культуру, что мы не должны этого терять. Это не просто идея. Существуют технологии для того, чтобы достичь освобождения. Если вы стали свободны от процесса вашего тела и процесса вашего разума, если вы можете быть вне этих процессов и работать с ними, то вы сможете очень неплохо с ними управляться. Вы сможете использовать это тело и этот разум только тогда, когда вы станете способны не относиться к ним, как к себе. Это мощные инструменты в вашей жизни. Эти инструменты могут быть использованы так, как вы этого хотите, только когда у вас есть к ним доступ извне. Сейчас вы — феноменальный компьютер, но вы не знаете, где находится клавиатура. Когда вы о чём-то задумываетесь, вы чешете затылок, но клавиатура не там. Вы видели, что когда люди серьёзно над чем-то думают, то они чешут здесь. Так это не работает. Есть определённые шаги, которые вы можете сделать. Если вы готовы, мы можем предложить их здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА